МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это Фак, и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Серио Сэм! The First Encounter HD! Ремейк старого, доброго, крутого Сэма образца 2001 года. Это всё тот же хаотичный, безбашенный и очень весёлый шутер от первого лица. Рейс Он! Трассы и машины, конечно, будут интересны фанатам рейс. Всем остальным тратиться на новый симулятор большого смысла нет. Руановая 3! Поворот судьбы! Игра полностью сохранила всё то, что так полюбилось миллионам поклонников по всему миру. А главные герои Брайан и Джина снова поселились на наших мониторах. Дальнобойщики 3. Покорение Америки. Третья часть симулятора американского дальнобойщика от новосибирской студии. Серьёзный Сэм всё-таки вернулся. Новый проект. Серио Сэм The First Encounter HD. Это всё тот же динамичный шутер, в котором надо мочить всё, что движется. К сожалению, ни о каких новых приключениях речи не идёт. The First Encounter HD всего лишь ремейк игрушки восьмилетней давности. Сюжет остался прежним. В далёком-далёком будущем человечество столкнулось с агрессивно настроенной расой инопланетян. Попытка переговоров с пришельцами ни к чему не привела. Повсюду начинаются кровавые сражения. В этот момент появляется серьёзный Сэм, призванный спасти человечество и всю нашу многострадальную планету. Для начала мы отправляемся в Египет, чтобы найти там некие древние артефакты, которые помогут избавить наш мир от вторжения. А дальше путешествуем по всей Земле и уничтожаем всю эту инопланетную заразу. Системные требования к игре следующие. Процессы, работающие на частоте 3 ГГц. 256 МБ видеопамяти и 3 ГБ на жёстком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Серьёзный Сэм. Это всё тот же хаотичный, безбашенный и очень весёлый шутер от первого лица. По мере прохождения 14 безбашенных уровней мы с вами встретимся с минотаврами, скелетами, обезглавленными солдатами, с бомбами вместо рук и многими другими странными противниками. Арсенал Сэма велик и разнообразен. Никуда не делся и мультиплеер, в котором можно сразиться в режиме деф-матч или же собрать внушительную кампанию из 16 человек и пройти игрушку в кооперативе. Пятёрка за геймплей. Выглядит Сериус Сэм помолодевшим благодаря совершенно новому движку Сериус Сэм Джентри. Теперь мы можем любоваться всеми современными визуальными эффектами. Модельки персонажей и всего окружения также подверглись модернизации. Выглядит всё очень бодренько и, что самое главное, без ущерба общей стилистики этого проекта. Пятёрка за графическое оформление. Звук в игре также знаком. А разработчики не постеснялись и выдернули из оригинала старые звуки, которые мы с вами слышали уже в далёком 2001 году. Любой геймер, игравший хоть раз в Сэма, с ностальгической улыбкой способен вспомнить этот дикий крик, который издаёт бегущий солдат с бомбой вместо головы. Все эти звуковые эффекты остались. И надо сказать, это хороший ход разработчиков. В современных шутерах не хватает такого вот звукового юмора. Пятёрка за звук. Сэрю Сэм. The First Encounter HD – это весело и динамично. Благодаря новому движку игра снова стала актуальна. Мы можем играть в неё в одиночной кампании или же мочить нечисть в мультиплеере. Итог? Ремейк получился на славу. Общая оценка игры – 5 баллов. Хорошо это или плохо, но игрушка совсем не изменилась. По геймплею, стилю и даже ощущению, Сэрю Сэм HD – это точно дубликат старого доброго первого пришествия. Что примечательно, секреты также остались на своих местах. Если вы уже что-то подзабыли, вспомнить вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры Сэрю Сэм – The First Encounter HD. Первый вопрос. Я дошёл до места, где мне нужно каким-то образом взять ракетницу. Она в недосягаемости. Что делать? Отвечаем. Становимся напротив ракетницы и смотрим вправо. Там в лише вспыхивают угоньки. Это телепорт, который доставит вас прямиком к ракетнице. Для заметки. Ракетница является отдельным секретом. Следующий вопрос. Подскажите, перебил всяк монстров и подошёл к двери, которая напоминает люк? Дверь эта закрыта. Куда идти дальше? Отвечаем. Повернитесь к этой двери спиной. Перед вами балка, проходящая над всеми коридорами. Пройдя по ней до первой поперечной балки, сворачиваем направо и идём до стены. В нише там сердце. Берём его. Дальше мочим всё, что движется. Следующий вопрос. Я нашёл папирус, в котором написано про секретную комнату. Облазил всё. Тыкался во все двери. Комнаты нет. Что делать? Отвечаем. Выходим к спуску, в конце которого нам навстречу выйдет малый скорпион. Завалив его и убедившись, что слева дверь заперта, идём вправо, постреливая по скелетам. Идём прямо в тёмную стену, которая оказывается и не стена вовсе. Это и есть секретная комната. Тема симулятора дальнобойщика зародилась аж 10 лет назад, в 99-м году, с лёгкой руки отечественной студии Soft Club. Там мы под брутальные аккорды хедлайнеров российского хэви-метала рассекали по не менее брутальным просторам средней полосы, без какой-либо определённой цели сюжета. Посмотрим, что преподнёс нам тот же разработчик в третьей части своего симулятора «Покорение Америки». На другом берегу сразу и Атлантического, и Тихого океанов есть большая и великая страна, Соединённые Штаты Америки. Многие в России не любят её, называют выскочкой без истории и культуры. Тем не менее, между нашими странами, как ни странно, много общего. Например, в США, как и у нас, очень развиты автомобильные перевозки, которые уже давно переросли в банальную доставку груза из пункта А в пункт Б, превратившись в настоящую субкультуру со своими особенностями и обычаями. Чтобы увидеть кусочек этой субкультуры, достаточно посмотреть любое американское road movie. Ни одно из них не обходится без следующей сцены. Мотель где-нибудь в Калифорнии, пустое шоссе. На стоянке дремлют огромные грузовики, а в обшарпанной забегаловке матёрые водилы делятся последними новостями и моют кости правительству. Именно туда, к этой обшарпанной забегаловке, держит путь новосибирская компания SoftLab Новосибирск со своим новым проектом «Дальнобойщики-3. Покорение Америки». Системные требования игры таковым. Процессор на частоте 3 ГГц, 256 МБ видеопамяти, 4 ГБ на Минчестере и 1 ГБ атернативной памяти. Вам предлагают побывать в шкуре русского водителя, приехавшего в страну свободы, испытать счастье в сфере грузоперевозок. Впереди вас ждут жаркие пустыни, цветущие долины, большие и малые города. Мир «Дальнобойщиков-3» живёт своей жизнью, и игрок тут лишь песчинка в одной большой картине. Вы сами вольны выбирать свой путь – стать волком-одиночкой или основать свою транспортную корпорацию. Если вам по душе большие колёса, игра определённа для вас. Однако для широких масс игра, как и все подобные симуляторы, покажется по меньшей мере странной. Наша оценка геймплея – 5 баллов. По графике игра, безусловно, подросла. Это если сравнивать с предыдущими поделками на тему. В целом же ничего особенного. Детализация, текстуры, спецэффекты – всё на среднем уровне. Наша оценка графического управления – 3 балла. А вот аудиоряд в дальнобойщиках всегда был на удивление гармоничен. Третья часть – не исключение. Судите сами. А наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. В целом, дальнобойщики 3, покорение Америки – добротный проект. Если принять во внимание, что разработкой занималась отечественная студия. На безрыбье, как говорится, и рак рыба. Подкачали технологии, да и ценные жанры для широкой публики сомнительные. Однако есть куда стремиться и что улучшать. Наша общая оценка игры – 4 балла. Конечно, дальнобойщики 3, покорение Америки – игра на любителя. В ней много недочетов и откровенных ляпов. Но, тем не менее, разработчикам удалось сохранить дух оригинальной игры. За что им респект и уважуха. Тем же, кто отважился пройти игру целиком, советуем посмотреть наши ответы на ваши вопросы по игре. Прежде всего, нужно отметить, что правила дорожного движения в США разительно отличаются от российских. Игра в этом смысле очень аутентична. Поэтому не лишним будет с ними ознакомиться. Итак, первый вопрос. Как избежать ДТП? Я постоянно попадаю в аварии. Отвечаем. Во-первых, не задерживайтесь в слепых зонах автомобилей, движущихся с вами в одном потоке. Во-вторых, соблюдайте правила дорожного движения и не забывайте о здравом смысле. Обращайте внимание не только на разметку, но и на состояние дорожного полотна. И, наконец, в-третьих, не спешите, а то успеете. Другими словами, скоростной режим автотрасс придумали не дураки. Следующий вопрос. Как не двигаться по хайвэям, чтобы максимально быстро добираться до пункта назначения? А то, если я точусь в крайней правой, то постоянно опаздываю. А в крайней левой под колеса постоянно лезут лиховушки. Отвечаем. Конечно, езда в левых полосах предпочтительнее, особенно для дальних маршрутов. Выбирайте оптимальный скоростной режим и заранее планируйте повороты и выезды на развязки. Избегайте подрезок и не задерживайтесь при обгоне, раз уж решили обгонять. И особое внимание уделяйте перекрёсткам, особенно, когда находитесь в городской зоне. Смотрите далее! Race On. Трассы и машины, конечно, будут интересны фанатам Race. Всем остальным тратиться на новый симулятор большого смысла нет. Runaway 3. Поворот судьбы. Игра полностью сохранила всё то, что так полюбилось миллионам поклонников по всему миру. А главные герои Брайан и Джина снова поселились на наших мониторах. Шведская студия Simbin определённо умеет делать автомобильные симуляторы. Вот только шаблоны её уже устарели. Отличие её нового продукта Race On от Race 07 DW TCC Game можно пересчитать по пальцам. По сути, это ещё одно дополнение со скудным набором автомобилей трасс, частично заимствованных из консольной Race Pro. Серия Race родилась ещё в 2006 году с выходом Race The Official WTCC Game. Хотя в виртуальном автоспорте команда Simbin начала практиковаться ещё до этого. Годом ранее она отметилась симуляторами GTR, Fiat, GT Racing и GT Legends, которые оказались чрезвычайно хороши. Однако вместо того, чтобы воскресить их былую славу, разработчики предпочитают выжимать все сутки из Race, хотя выдавливать уже почти нечего. Race On встречает поклонников автомобильного спорта соревнованиями юрких проворных болидов Formula Masters и новым сезоном кузовного чемпионата WTCC. Правда, новым не значит последним. Приходится откатывать WTCC 2008 года. Список треков пополнился четырьмя новинками. Две были заимствованы у Race Pro – это Laguna Seca и Road American. Оставшуюся пару образуют японская «Гаяма» и обновлённая итальянская «Имола». Последнюю особенно интересно осваивать на лёгких болидах «Формула Мастерс», в которых из-за жёсткой подвески гонщик чувствует малейшие неровности дороги. Вообще, после кузовных автомобилей, открытые машинки кажутся чуть ли не военными истребителями, рядом с неповоротливыми «Боингами». И дело тут не в разности характеристик, а в очищениях от езды. Сидя в металлической коробке с дверями и крышей, чувствуешь, что едешь в машине. А в кресле пилота «Формула Мастерс» кажется, будто с бешеной скоростью скользишь над землёй на собственной пятой точке. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 512 МБ видеопамяти и 2 ГБ на жёстком диске. Оперативной памяти для запуска Rayson потребуется 2 ГБ. Впрочем, главное не цифры, а игровые новшества. Первое, что бросается в глаза, это команда «Русские медведи», представляющая «АвтоВАЗ». Российский автопроизводитель подготовил для конок значительно модернизированную десятку с опелевским двигателем и раздутыми колёсными арками. При должном старании на ней можно даже выигрывать. Автопарк также пополнился американскими «Мускулкарами» марок «Кадиллак», «Шевроле» и «Дош», перекочевавшими из «Рейс Про». Управляются заднеприводные монстры по стать своему грозному внешнему виду. Но лишь до того момента, пока не попытаешься сорвать их в красивый занос. Игровой движок явно не предназначен для таких трюков. Поэтому по достоинству оценить мощь «Мускулкаров» не удастся. Четвёрка за геймплей. Но усилить ощущение хорошей графикой «Рейсон» не может. Здесь всё традиционно астетично. Есть машины, есть дорога, а по сторонам лучше не глазить, дабы не попасть в аварию и не испортить впечатление. Слово «Результаты столкновений» тоже выглядит весьма посредственно. Тройка за внешний вид. Хороший реалистичный звук – отличительная черта добротных симуляторов. «Рейсон» не исключение. Каждый мотор тут имеет свой уникальный голос. Фоновая музыка в меню стала более агрессивной под стать внедрённым в игру «Мускулкаром». 5 баллов за звук. В итоге мы имеем старую игру на новый лад. Трассы и машины, конечно, будут интересны фанатам «Рейс». Всем остальным тратиться на новый симулятор большого смысла нет. Четвёрку получает сегодня игра «Рейсон». Признаться, «Симбин» уже порядком утомила такими добавками. Достоинства и недостатки «Рейсон» можно было предугадать ещё до выхода игры. Разработчики давно доказали, что они умеют имитировать поведение спортивных автомобилей в игре. Пора двигаться дальше. Но, несмотря ни на что, вопросы по игре приходят. И на самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Первый вопрос. Никак не могу понять, в чём фишка «Сеат». Меня на нём обгоняют в два счёта, а у меня ничего не получается. Что делать? Отвечаем. Дизельный «Сеат Леон ТДАй» дарит массу интересных впечатлений. Машина, чей двигатель не выдаёт более 4000 оборотов в минуту и звучит, как мотор видавшего вида и каруса, умудряется на равных соперничать с классическими бензиновыми болидами. Но лучше всего потенциал испанского красавца. Раскрывайся всё же на медленных трассах. Так что старайтесь грамотно использовать эту машинку, и у вас всё получится. Следующий вопрос. Американские здоровяки совершенно неуправляемы. Что ни поворот, то разворот на 180 градусов. Как с ними справиться? Отвечаем. Во-первых, распределите передаточные отношения. Постарайтесь использовать мощный мотор на высоких передачах, а низкий вытягивайте по максимуму. Также важную роль играет распределение мощности между передней и задней осью. И, конечно, управлять такой машиной нужно по-особенному. Никаких перегазовок в поворотах и резких движений рулём. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз-ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть новую игру со знаменитым Сэмом Фишером в главной роли. Splinter Cell. Двойной агент. Сэм Фишер теряет своего напарника в первой же миссии. Ты должен прикрывать Сэма. Оставайся на месте. Ему сообщают о смерти его дочери. Что случилось, Ламберт? И он решается на самую убийственную миссию. Внедриться в террористическую организацию армия Джона Брауна. Так он оказался в каторжной тюрьме. Там он становится палачом невинной жертвы. И получает своё первое задание – угнать российский супертанкер Рублёв. А, Сэм Фишер наслышан. А Новый год Сэму Фишеру придётся встречать в Шархае. Совершая чудеса акробатики и работая сразу на обе стороны. Фишер, проверь, что с пилотом. Мы падаем. Всё это в следующих сериях Cinema Game. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. В субботу и в воскресенье в 10.30 не пропустите. Cinema Game – кино по вашим любимым играм. Что делать непутёвому красавчику и бывшей стриптизёрше в Большом Городе? Правильно, искать новых приключений на свои головы и другие части тела. Герои любимых квестов возвращаются в новой заключительной части культовой трилогии «Ранауэй». На этот раз похождения Брайана и Джины развернутся в шумном мегаполисе. Со времени предыдущей игры многое в их жизни изменилось. Но главное осталось прежним. Присущее персонажам искромётное чувство юмора. Вас ожидает совершенно новая история с невероятными сюжетными линиями. Вы сможете повстречать знакомых персонажей и испытаете не один флэшбэк. По ходу игры разработчики постоянно напоминают нам теми или иными моментами о предыдущих частях «Ранауэй». При этом игра «Ранауэй 3. Поворот судьбы» полностью сохранила всё то, что так полюбилось миллионам поклонников по всему миру. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 7 ГБ на жёстком диске, а также 1 ГБ оперативки. Играть в «Ранауэй 3. Поворот судьбы» стоит хотя бы потому, что, как нам обещают разработчики, это будет последняя часть трилогии. Чистого игрового времени игра займёт немного меньше, чем предшествующая часть. Но зато впервые в серии мы сможем поиграть не только за главного героя Брайана, но и за его подружку Джину, причём с самого начала. Также значительные изменения претерпел интерфейс, который, с одной стороны, немного непривычен, а с другой стал немного удобнее. Кроме того, приятные впечатления производит система подсказок. Как это часто бывает в квестах, по нажатию одной кнопки вы сможете увидеть все активные области экрана. Но самое интересное — это отдельный, так сказать, колл-центр, в котором вам постараются помочь пройти сложное место. В общем, играть в «Ранауэй 3. Поворот судьбы» довольно интересно, и наша оценка игрового процесса уверены 4 балла. Внешне игра также заметно преобразилась. Всё осталось в привычном стиле, но насыщенность картинки и анимации персонажей заметно улучшилась. Всё это благодаря новому движку, который, кстати, поддерживает и большие разрешения экрана. Поставить 4 балла за графику будет вполне оправданно. Но что в этой игре особенно запоминается, так это музыкальное сопровождение. Композиции из игры можно слушать часами, но если слушать часами вы их не будете, то в игре они очень уместны. Порадуют вас и голоса персонажей, которые озвучены профессионально и приятно на слух. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звука — 5 баллов. Все та же неповторимая игра с полюбившимися уже героями, но теперь с улучшенной графикой и мелодичным музыкальным сопровождением. Руановые три поворот судьбы — это настоящий подарок для любителей проскинуть мозгами. Игра однозначно понравится вам, поэтому наша общая оценка — 5 баллов. Игра явно похорошела и не стала менее интересной. Есть в третьей части и недостатки, но мы бы не стали придираться к ним, что и вам советуем. Лучше постарайтесь насладиться игрой и посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Мне нужно перевести инструкцию в самом начале игры. Что нужно сделать? Отвечаем. Чтобы перевести инструкцию, нужно зайти в часовню рядом с гаражом и машиной. Слева будет стоять подставка с книгой. Вначале используйте на ней фонарь, затем саму инструкцию. Следующий вопрос. Я нахожусь во второй главе, в казино. У меня нет карты, и я не знаю, что делать. Помогите. Помогаем. Нужно подойти к весам и взять оттуда грузик. Найдите сумасшедшего карькуна и поговорите с ним. После чего используйте грузик на радиаторе в коридоре. Следующий вопрос. Никак не могу пройти первую главу. У меня есть несколько предметов, но что с ними делать, я не знаю. Пара ремней, урна с прахом и перчатка с водой. Помогите. Отвечаем. Пересказать все действия мы не сможем, но кое-что подскажем. Поговорите с Луаной, после чего можно поместить перчатку с водой в морозильник слева. Прах из урна нужно пересыпать в сундук, который можно взять в часовне рядом с Луаной. Но для этого нужно открыть крышку на полу в правой части часовни. Внимание! Канал Муз-ТВ и Проект Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свои резюме на наш электронный адрес faqsobakamuzdefistv.ru Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться. вап.muzdefistv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!